А я всю жизнь к тебе иду. Любовь бывает лишь однажды, Презрев лишение и беду. Как это право, всё не важно. За взгляд твой всё отдать готов. День без тебя напрасно прожит. Однажды лишь в судьбе любовь, Всё остальное лишь похоже. Огромное спасибо. И вот поэтическое утро у нас с вами. Уже не впервые у нас в гостях Замечательный друг Инвер Шоуджен, поэт. Спасибо за эти строки. Они вдохновляют, особенно с самого утра. Со мной так происходит. Особенно девушек. Любые строки о любви женщину заставляют расцвести. От женской половины населения и наших телезрительниц особое спасибо. К яркому событию, которое недавно произошло в вашей жизни. Вы стали финалистом 5-го всероссийского литературного конкурса в Москве. Более 2200 участников 16 стран мира. Расскажите про этот опыт. Впервые ли вы поучаствовали в таком событии масштабно? Нет, это не первый мой опыт. В прошлом году я был участником и дипломантом 4-го всероссийского литературного фестиваля. Но в связи с вот этой ситуацией с пандемией было решено этот представительный литературный форум провести в электронном формате. Но это пошло даже, скажем так, в плюс, потому что гораздо больше участников. Вы правильно сказали, более 2200 представителей лучших мастеров пера из по 16 стран мира принимали участие. И, конечно, мне было очень приятно и ответственно выйти в финал этого конкурса. Туда вышли лучшие прозаики и лучшие поэты. Скажу, что с нашего региона, южного региона, я единственный. Вот так вот, друзья, еще тем более оценен этот результат. Только ли русскоязычная проза и поэзия была на этом фестивале представлена? Нет, нет. Там были поэты, начиная, знаете, Австралия, Америка, Германия, Корея, Япония. Ну, всех сейчас не смогу перечислить, но очень представительный форум. Дело в том, что этот литературный фестиваль «Лифт», он так называется, он сам по себе очень такой, с первого, так сказать, года его проведения, он очень такой престижный. И участие в нем, просто даже участие, попадание в шорт-лист, как принято говорить у профессионалов, это уже, так сказать, большая награда для автора, большая честь, престиж, престиж того региона, от которого он выступает. Поэтому я хочу сказать, что вот это серьезный фестиваль, и участие в нем, вот, скажем так. Хочется спросить, извините, пожалуйста, а судьи кто? Ну, то есть, как они оценивали, если это Всероссийский литературный конкурс, как они оценивали стихи на немецком языке? Нет, все в переводе, конечно. Просто представители различных, я имел в виду, так сказать, стран мира и материков, но о суде, там очень уважаемые люди. Ну, выбор судей, я, честно говоря, не знаю, как это происходит, но это настоящие, можно сказать, академики пера, это настоящие специалисты, которые, литераторы, которые имеют на своем счету, там, и по 20, по 30 изданных книг, и их знают по всему миру, вот, и они, ну, там, порядка 80 человек, которые оценивают, так сказать, работы участников. 80 человек, то есть это, видимо, составляет... 8-10, 8-10, ладно. Не пугайте так, Павла, а то... Мы 80 судей. Как бы они пришли к единому какому-то мнению, да, если их так много. Но мы знаем, что это не единственное такое поэтическое состязание, которое вы отмечаете для себя, потому что есть и другие очень значимые для вас конкурсы и, возможно, победы в них. Можете рассказать об этом подробно? Ну, 2020 год вообще был достаточно насыщенным на творческие события и, ну, небольшие, скажем так, творческие достижения. Вот, ну, где-то месяца 2-3 назад я принимал участие в международном литературном, тоже вот в таком формате, интернет-формате конкурсе, который проходил в Белоруссии. Вот, и в нем принимали участие тоже достаточно большое количество поэтов и прозаиков из Болгарии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Германии. Ну, тоже там порядка 10-12 стран. Вот, назывался он «Центр Европы», вот, Международный литературный форум. Вот, и там тоже я вышел, значит, попал в шорт-лист или, как я уже сказал, вышел в финал этого конкурса. На следующий год, ну, я этот конкурс для себя впервые открыл, и на следующий конкурс я обязательно попробую свои силы, возможно... Претендуя на победу, мы надеемся. Ну, жизнь покажет, но очень такой серьезный конкурс. Дело в том, что участие в таких фестивалях, конкурсах – это, во-первых, проверка того, что ты делаешь, это твой экзамен. Во-вторых, ты получаешь бесценный опыт на фоне таких вот известных людей, ты проверяешь свои силы, это очень важно. То есть, получается, выступаешь в онлайн-формате, сам читаешь свои произведения, или ты отсылаешь, комиссия смотрит? Ну, вот сейчас, нет, различные бывают варианты, вот, например, тот фестиваль «Лифт», про который мы начали говорить, там обязательно условия, люди, которые попали в финал, значит, есть специальный YouTube-канал, и по нему ты обязан одно или два стихотворения из тех, которые ты посылал в заявки, прочитать, и уже многомиллионная, действительно, многомиллионная аудитория путем голосования определяет лучших каких-то номинациях. Ну, это очень серьезно, там, ну, скажем, нет места каким-то, ну, всегда же бытует мнение, что вот, там, любимчики, там, и так далее. Здесь вот аудитория определяет лучшего именно вот по выступлению. А если вот мы говорим про любимчиков, наверняка у вас накапливается большое количество стихотворений. Как вы выбираете те, которые отправляются на конкурс? Ну, то есть, как вы сами выбираете своих любимчиков, которые готовы презентовать миру? Или же под конкретный конкурс пишется конкретное стихотворение? Нет, нет, не настолько, вот в моем случае не настолько, наверное, я под конкретный конкурс пишу стихотворение. Но логично, конечно, чем выше статус литературного форума, литературного какого-то конкурса, тем, конечно, я более придирчиво смотрю те стихотворения, которые я мог бы отправить. Ну, каждый автор, я это уверен, для себя самый строгий судья и критик. И я прекрасно знаю все шероховатости каких-то стихотворений. Вот у меня вышел там недавно сборник первый, вроде бы он издан государством издательстве, вроде бы он прошел редакторский контроль. Но многие стихотворения я смотрю, ну, задним числом, и я понимаю, что над ним еще можно работать. Поэтому просто я стараюсь отобрать что-то, ну, лучшее. Ну, опять же, если есть какая-то тематика, если свободная поэзия, то ты смотришь. А вот бывают там либо философские стихи, либо лирическая поэзия, либо какая-то национальная тематика. Поэтому тут уже на твой выбор. Вер, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам, поделились информацией. И очень приятно и отрадно от того, что не только вот рэп-баттлы у нас тут, что есть литературные большие конкурсы. Которые к тому же прославляют наш замечательный южный регион. Да, друзья, читайте стихи, читайте книги и оставайтесь, конечно же, с нами.